Доброе утро! А сейчас комплекс упражнений, которые наверняка вселит в вас бодрость. Как начнете утро, так и проведете весь день. Об этой народной мудрости знает каждый из детства. Утренняя зарядка – прекрасный способ проснуться и взбодриться. Выполняйте утреннюю зарядку каждый день хотя бы по 5 минут. В течение месяца можно даже потерять пару килограмм. Итак, начнем. Встали и потянулись вверх. Тянемся как можно выше. Вы должны почувствовать каждую мышцу вашего тела. Разомнем нашу шею. Делаем повороты в сторону. Вправо, влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Руки вытягиваем вперед и разминаем наши кисти рук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Локти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Ноги ставим на ширине плеч. Руки по бокам. Делаем круговые движения тазобедренным суставом. Раз, два, три, четыре. Другую сторону. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение мы сделаем выпады. Правой и левой ногой вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменяли правую ногу вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Разомнем наши колени. Ноги вместе, руки ложим на коленные чашечки. Раз, два, три, четыре. В левую сторону. Раз, два, три, четыре. Ну и как всегда, пять приседаний. Раз, два, три, четыре. Пять. Встаньте, потянитесь вверх, в стороны. Улыбнитесь и похвалитесь себя за то, что у вас получилось преодолеть лень. Вы молодцы! Сохраните на весь день полученную от утренней зарядки бодрость и хорошее настроение. Сегодняшний день в календаре отмечен очень хорошим праздником. Международный день медицинской сестры. Эта профессия призвана помогать людям и выполнять самую неприглядную работу. Ведь доктор лишь назначает лечение, а следит за больным и делает все необходимые процедуры именно медицинская сестра. Эта профессия требует от человека в первую очередь любви к своим пациентам и, конечно, множества профессиональных знаний. В следующем сюжете мы расскажем об этой профессии много интересного. Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Медицинские сестры – это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными. Это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Субтитры создавал DimaTorzok В 1996 году гимнастка стала членом сборной России. Первый свой чемпионат Европы она выиграла в возрасте 15 лет, а в 16 лет стала чемпионкой мира. С 2001 по 2005 год Кабаева является членом Высшего совета Единой России. Спортивную карьеру Алина закончила в 2007 году. В этом же году получила диплом Московского государственного университета сервиса по специальности в области спортивного менеджмента, а в 2009 году закончила Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени Лесгафта. Алина пробовала свои силы и на телевидении. Она вела еженедельную передачу «Империя спорта», снялась в японском художественном фильме «Красная тень», в клипе группы «Игра слов» вела авторскую программу о жизни и карьере успешных людей «Шаги к успеху», гостями которой стали многие известные российские спортсмены, певцы, актеры, политики. Сегодня Алина Кабаева известна как активный политический и общественный деятель. Совсем скоро наступит именно то время, когда мы будем просыпаться от назойливого жужжания или писка. И тут верным средством являются всевозможные репелленты и другие средства от комаров. Конечно, этим необходимым нужно запастись уже сейчас. И в следующем сюжете мы расскажем, что поможет избавиться от комаров. На сегодняшний день все известные средства борьбы против комаров можно разделить на следующие группы. Фумигаторы – газообразные твердые жидкие химические препараты, которые убивают насекомых, и репелленты, которые просто отгоняют, отпугивают, отталкивают круассосов. В магазинах чаще всего в продаже фумиганты двух типов – пиротехнические, дымящая спираль и электрофумигаторы. Электрофумигаторы – электронагревательный аппарат и пластины, которые пропитаны инсекцицидом – вредным для летающих насекомых веществом. Репелленты тоже бывают разных видов. Когда для отпугивания комаров использовались только жидкости, сегодня к ним добавились аэрозоли, карандаши, салфетки, пропитанные различными средствами – гели, лосьоны, кремы и другие средства борьбы с комарами. Каким бы вы не воспользовались средством борьбы, помните, что комары живут всего лишь сутки. И вам эти сутки нужно продержаться. Кондиционеры для белья призваны смягчить ткань после стирки, а также подарить приятный аромат. Правда, их великое множество на прилавках магазинов. И в следующем сюжете мы расскажем, как сориентироваться в этом многообразии. Кондиционер для белья – это дополнительное средство к стиральному порошку для стирки вещей. Дополнение необязательное, но весьма полезное и приятное. Кондиционер для белья – это роскошь или необходимость? Ополаскиватель-кондиционер, кондиционер-антистатик для белья – это одно и то же средство. Любой кондиционер, даже самый дешевый, выполняет следующие функции. Смягчает вещи, снимает статистическое электричество, облегчает процесс глажки. Благодаря использованию кондиционеров продлевается срок службы одежды и белья. Его липидный слой окутывают волокна тканей, в результате они меньше истираются. Сегодня есть в продаже концентрированные кондиционеры, которые могут заменить 3-4 бутылочки обычного средства. Они, конечно, дороже, но в расчете на одну стирку экономнее, чем стандартные жидкие ополаскиватели. Кондиционеры для белья универсальные и специальные. Почти все кондиционеры для белья подходят почти для любых тканей, а также для ручной стирки, так и для машинной. Однако, среди дорогих кондиционеров есть кондиционеры специального действия. Например, для одежды черного цвета, для шерстяных и деликатных тканей, для детского белья. У недорогих кондиционеров есть единственный минус – это не всегда приятный запах бытовой химии. А дорогие ополаскиватели придают белью изысканный аромат. Стоит ли на это тратиться – каждая хозяйка решает сама. Многие мужчины надеются, что электробритва – это панацея от раздражения на коже. На самом деле у электробритвы много минусов, в том числе и то, что она не до конца, а точнее, не до гладкого состояния, сбривая щетину. Впрочем, плюсы у них тоже имеются. В следующем сюжете мы решили обсудить электробритву со всех сторон. Электробритва давно перестала быть диковинкой и активно используется современными мужчинами в качестве сухого способа того процесса. В качестве сухого способа бритья. Отсутствие прямого контакта с кожей при сухом процессе является главным преимуществом этих приборов. Кожа остается нетронутой и неизменно красивой. Кроме того, всегда есть возможность настроить свой режим процесса в зависимости от особенности лица и структуры волоса. Она незаменима в пути, если необходимо всегда быть идеально по бритам. Ее можно зарядить и спокойно брать в дорогу, не нуждаясь ни в воде, ни в раковине, ни в большом зеркале, ни в прочих атовизмах влажного бритья. Однако на любителей выпускаются модели, позволяющие бриться по старинке, под струей, воды и с гелем. С помощью электробритвы можно побриться за 10 минут до важной встречи и быть во всеоружии. Любители технологичности здесь поджидает подвох, а именно нарушение правил гигиены. Если станки можно менять часто, то в них лезвия глубоко спрятаны, а за ними спустя некоторое время накапливаются остатки щетины. Волосы в соединении с остатками увлажняющего крема создают идеальную среду для развития бактерий, что влечет за собой возможность занесения инфекции. Микротрещины и расширенные поры превратятся в высыпания и останется лишь идти с повинной к дерматологу. Если ранки не обрабатывают специальными растворами, лицо так и будет пылать прыщиками. Ни здоровья, ни красоты. По этой причине их нужно тщательно чистить, освобождая от волос. У женщины есть две проблемы. Нечего надеть и некуда положить. Но одну проблему мы сегодня решим. Вы точно будете знать, что наденете в этом сезоне, потому что в моде комбинезоны. Модные дизайнеры предлагают для сезона весна-лето 2015 года огромный выбор комбинезонов. От повседневных до элегантных моделей, которые могут с успехом заменить даже классическое коктейльное платье или дневной наряд. Комбинезоны кажутся очень удивительным нарядом. И хотя они несут в себе оттенок спортивного стиля, их можно носить с очень женственными предметами одежды, для придания облику более элегантного вида. Последние модные веяния не задают никаких правил для длины комбинезона. Она может отличаться от самой короткой до самой длины. Что касается верхней части, то там есть варианты с бретельками или без них, с одним обнаженным плечом или даже с коротким рукавом. Несмотря на буйство красок и узоров, есть дизайнеры, которые предпочитают минималистический стиль с четкими линиями и нейтральными цветами. Гладкая кожа без изъянов – мечта каждой девушки. Но в природе такая кожа встречается очень редко. Поэтому к нам на выручку приходит тональный крем, который есть в каждой косметичке у любой девушки и женщины. И каждая знает, как он пригождается чуть ли не каждый день. Поэтому мы решили рассказать о тональном креме много интересного. Выбор тонального крема напрямую зависит от типа кожи. Если у вас сухая кожа, выбирайте тональный крем, содержащий увлажняющие компоненты. Плюс ко всему, за счет более низкого содержания красящих веществ в таких тональных кремах, пигменты не собираются в большом количестве в морщинках, тем самым излишне не выделяя их. Смешайте тональный крем и свое жидкое увлажняющее средство для ухода за кожей. Эту смесь нанесите на лицо. Эффект будет неожиданный. Кожа не изменит радикальный свой цвет, но заметно посвежеет и обретет матовость. Никто не заметит вашего макияжа, все лишь обратят внимание на молодость и свежесть вашей кожи. Жирная кожа постоянно блестит, а излишки кожного сала делают проблематичными использование любого косметического средства. К счастью, сейчас существуют средства и для жирной кожи. Тональные кремы для жирной кожи не содержат никаких масел, а их частички поглощают излишки кожного сала. Такие крема имеют более плотную текстуру, ложатся не так тонко, как тональные кремы для сухой кожи. Зато жирная кожа немного подсушивается тональным кремом и неприятный жирный блеск устраняется. Сложнее всего придется тем 80% женщин, которые обладают кожей смешанного типа. Жирная кожа в области носогубного треугольника и сухая на лбу и щеках. В этом случае придется немного помучиться, чтобы научиться правильно накладывать тональный крем. Лучше всего использовать тональник для маскировки недостатков кожи. Покрывать кремом все лицо нерационально. Это создаст неестественный, плоский и безжизненный тон. Чтобы этого избежать, купите два тональных крема. Более темный, а второй точь-в-точь, как ваша кожа. Более темным кремом покрывайте нос и скулы, а поверх него наносите слой крема, совпадающего по цвету с вашей кожей. В продолжении темы о нашем внешнем виде мы решили подсказать вам, как хорошо выглядеть, при этом не используя косметических средств. Ведь они не всегда помогают справиться с возрастными изменениями. Студия эстетики и омоложения Мерлил сегодня расскажет о процедуре красоты, которая изменит вас и ваше настроение. Еще раз доброе утро всем. Сегодня мы начинаем уникальную рубрику об омоложении. Раньше 85% всех операций по омоложению проходило у классического хирурга. Сейчас эта цифра упала до 15%. А все благодаря новейшим разработкам в области косметологии. Сегодня Центр омоложения и эстетики Мерлил предоставляет нам уникальную возможность узнать больше, что представляет нам область косметологии. Сегодня мы поговорим с большим специалистом и узнаем много интересного. Итак, начинаем. В этом просторном кабинете мы познакомимся с самыми новейшими разработками в области косметологии. И поможет нам в этом врач-косметолог Решкович Ирина Владимировна. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Сегодня мы решили поговорить о батулонотерапии. Что вы можете рассказать об этой процедуре? Процедура заключается в инъекционном введении препарата в мышцы лица. Что происходит с мышцами? Они перестают, блокируется нервация мышц и мимические морщинки в результате миорелаксации растягиваются, исчезают, глубина их гораздо уменьшается. Препарат состоит из очищенного протеина, который и воздействует на блокировку мышц. Безопасность и хорошая переносимость процедуры подтверждена его клиническим применением в косметологии более чем 10-летним опытом в неврологии, офтальмологии. Насколько длительен эффект? В среднем от 4 месяцев до года. Сейчас на примере мы хотим показать, насколько необходимо и по показаниям сделать процедуру. Существует генетически обусловленный фактор, который является непосредственным проводником к нашей процедуре. Вот 24 года Оля. У нее активные мышечные спазмы в области лба. Зона ведения будет в области лба, блокируется мышечный спазм, и Оля будет не так релаксировать лбом, будет препятствовать образованию глубоких морщин. Соответственно, она на долгие годы останется молодой, неподверженной времени. Соединительные волокна не будут рваться, не будут глубокие следы, и морщины образовываются на ее лице. Какие зоны можно подкорректировать? Зоны межбровных складочек, зоны морщинки, называемые гусиные лапки. Можно приподнять край верхнего века, приподняв наружный край брови, и этим распахнутый взгляд приобрести. Горизонтальные морщинки в области носика, спинка носика корректируется, и овал лица. Препарат способен приподнять уголочки рта, если они имеют уже картину опущенных. Процедуру боталонотерапии еще называют процедурой обеденного перерыва. Она очень быстрая, без видимых последствий, поэтому после нее можно сесть за руль, вернуться на работу. Сама процедура занимает 20-30 минут. Спасибо огромное, Ирина Владимировна. Мы узнали много интересной информации. Я думаю, что многие из наших телезрительниц теперь обратят особое внимание на боталонотерапию, ведь красивый стать сейчас так просто. До новых встреч, дорогие друзья. Я думаю, что этот мир станет намного красивее. Наши предпочтения в цветовой гамме много говорят о нашем характере, а также о нашем темпераменте. Сегодня мы расскажем о том, кто выбирает голубой цвет, и чем отличаются люди, у которых в фаворе именно этот оттенок. Итак, дорогие телезрители, все внимание на телеэкраны. Голубой цвет беспечности. Он успокаивает, излучает надежность, но при этом, глядя на него, невозможно сосредоточиться. Он не способствует развитию воображения, снижает напряжение, комфортен. Этот цвет спокойной эмоциональности, дает возможность быть вне границ общества, расширяет пространство, но замедляет рост и развитие. Этот цвет мечтаний и грез, цвет мира и согласия. Вопрос религии сейчас стоит особо остро, потому что молодежь все дальше и дальше от церкви. Поэтому мы решили создать рубрику, где будем задавать интересующие вас вопросы священнослужителю. Я думаю, будет интересно многим. Я благословляю такие браки. В России, в многих монастырях это против. А если полюбили? Он казах, а она русская. Ну что тут такого? Если любят, семью создали, все, родили ребенка, крестить. Я знаю, эта проблема есть, но я всегда ее очень просто решаю. Я говорю, допустим, особенно мальчик казахи, я говорю, пускай они крестят по-своему, делают, все-все-все сделают. А через полгода, через год ты придешь с ним в церковь, мы сделаем. И детятка будет окрещенная. И будет мир и согласие в семье. Вот только так этот вопрос решает. А чтобы был не крещеный? Не надо. Надо, чтобы был крещеный. Чтобы уже ангел-хранитель у ребеночка был и его охранял. Когда вырастет он, он тогда сам пойдет. Или туда ему идти, или туда. Куда. А пока маленький, пускай родители водят. Ничего страшного. Его и в мечети не будут научать плохому, его и в церкви не будут научать плохому. А вырастет детятка, оно потом поймет, куда ему идти. Пожалуй, один из самых страшных докторов – это стоматолог. И многие люди избегают его приема. Однако, есть способы избежать проблем с зубами. И тем самым отсрочить к нему поездку. Итак, в следующем сюжете мы расскажем, что же именно вредит вашим зубам. Чем лучше вы ухаживаете за своими зубами, тем дольше они будут служить вам верой и правдой. Причем грамотный уход заключается не только в полезном воздействии на зубы и полость рта, но и в исключении разрушающих факторов. Что вредит зубам? Казалось бы, все должны знать ответ на этот вопрос. Но на практике оказывается, что многие имеют о нем самые смутные представления. Итак, от чего портятся зубы? Чрезмерно твердая пища, которая царапает эмаль и травмирует десны. Грызть орехи и семечки – верный путь к кариесу и сломанным зубам. Не забывайте этого. Слишком горячие или, наоборот, слишком холодные напитки и блюда. Особенно вредно одновременно употреблять горячее с холодным. Такая контрастная пища очень быстро разрушает зубную эмаль. Сладости. Причем, вопреки распространенному мнению, конфеты менее вредны, чем сладкие булочки. После съеденной конфеты достаточно пополоскать рот, и проблема решена. А булочки и вообще сладкие мочные изделия прилипают к зубам, не удаляясь даже после полоскания, и потихоньку делают свое черное дело. Сладкие газированные напитки. Сладкая газировка разрушает зубы уверенно и целенаправленно, поэтому вам стоит отказаться от нее или хотя бы пить через трубочку, чтобы напиток как можно меньше контактировал с зубами. В числе того, что вредит зубам, входит и чистый яблочный сок. В нем содержится много кислот и железа, а они разрушают зубную эмаль. Яблочный сок также следует пить через трубочку. Зубам вредит, если их используют не по назначению. Перекусывать зубами нитки, тонкую леску, держать в зубах иголки, пытаться открывать зубами пробки нельзя. Теперь вы знаете, от чего портятся зубы, и сможете оградить их от повреждающих факторов. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Напомню, что сегодня на календаре 12 мая, вторник. И у многих людей сегодня первый рабочий день на этой неделе. Что ж, поздравим их с дебютом. Ну а тех, кто начал эту неделю с понедельника, мы поздравляем с самым плодотворным днем. Потому что именно во вторник у нас появляется много шансов закончить свою работу раньше срока. Итак, дорогие телезрители, всем пожелаю хорошего настроения, отличного вторника и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok